Время новостей на телеканале Хабар 24 в студии Альфея Хайдарова. Доброе утро. До 100 тысяч гектаров увеличат территорию зеленого пояса столицы к 2021 году. В планах соединить зеленый пояс с естественным лесом курортной зоны Бурабай. По традиции в преддверии дня города Нурсултан Азарбаев осмотрит участок лесного массива. Мероприятие запланировано на сегодня. И наша съемочная группа уже в ожидании приезда главы государства в эти минуты. С нами на прямой связи моя коллега Елена Шрайбер. Елена, доброе утро. Вы наверняка уже успели прогуляться по лесу и успели ли оценить масштабы лесонасаждения вокруг столицы? Утро доброе. Да, Альф, я пользуюсь случаем, мы уже успели прогуляться с коллегами по лесу. И вот что мы единогласно отметили, там, если зайти туда дальше, то вглубь и практически нет ветра. Деревья стали такой естественной преградой. На сегодня общая площадь всего лесного массива достигает 83 тысяч гектаров. И в ближайшие годы эту территорию планируют увеличить до 100 тысяч. Человеческий труд сделал невозможное. Лес появился там, где его априори, по сути, быть не может, поскольку в Астане очень суровый климат. И вот здесь не самая плодородная земля. Поэтому большая работа пала на плечи ученых. Они провели масштабные исследования. Результат говорит сам за себя. На сегодня в зеленом поясе растет больше ста видов деревьев. Это сосны, березы, липы, ели и многое другое. Хочу отметить, что за тем, как реализуется проект зеленого пояса, лично следит Нурсултан Назарбаев. Ежегодно президент с проверкой осматривает определенную территорию. И вот сегодня это часть леса вдоль объездной трассы в сторону военного аэропорта. Лена, насколько мне известно, глава государства также выпустит на волю фазанов. Это уже стало своего рода традицией. А вообще, какие еще животные или птицы обитают в зеленом поясе? На сегодня в зеленом поясе насчитывается около 10 видов птиц. Самые распространенные из них, это, как вы сказали, фазаны. Их количество на сегодня достигает 10 тысяч. Хотя раньше в этих краях всего обитали около полусотен пернатых. И их разводят в специальном питомнике, а после выпускают на волю. И, кстати, как нам рассказали, идет работа совместная зоологов и ученых. И они отметили, что еще одна птица, которая также может здесь адаптироваться, это тетерев. И для них также планируют построить питомники. Помимо этого в лесу хорошо устроились суслики, зайцы, косуль. И при большой удаче можно встретить даже лосеи. Но это уже немного дальше от города. Так что, думаю, зеленый пояс вполне может быть интересен туристам. И хочу напомнить, что президент не раз говорил о том, что нужно развивать туристическую инфраструктуру, строить велодорожки и открывать зоны отдыха. И, кстати, ожидается, что сегодня одну из них президент также посетит. На этом у меня пока все. В ближайших выпусках новостей мы расскажем более подробно обо всем. Будем ждать. На прямой связи со студией была Елена Шрайбер. Мы продолжаем. В Ак-Тубе строят крупную развязку, которая значительно разгрузит движение автотранспорта в центре города. Проект обошелся областной казне в 2 миллиарда тенге. Новая транспортная артерия соединит сразу три улицы. Маншок-Маметово и Газизы-Жубаново и Тургенево. Проложат две кольцевые развязки и тоннель. Специалисты говорят, что движение на некоторых участках дорог придется приостановить. Общая протяженность магистрали составит больше двух километров. На этом участке уже трудится больше 30 рабочих. В этом году объект введут в эксплуатацию пока в черновом варианте. Кроме того, дорожное полотно планируют обновить еще на 18 улицах. Из-за ремонтных работ перекрыли часть дороги и по Оренбургской трассе. Здесь тоже появится новая развязка в обход ферросплавного завода. У нас предусмотрено строительство моста через реку Сазда, который входит в этот же комплекс развития. Мост тоже будет железный мост, четырехполосный мост. Также в том же комплексе у нас предусмотрено решение улицы Манчук-Маметовы от четырех до шести полос, где также предусмотрено устройство тротуара, велодорожки, освещение. Дополнительные источники заработка осваивают предприимчивые казахстанцы. Эксперты казахстанской фондовой биржи провели первую лекцию, в которой рассказали о том, как торговать на фондовом рынке. Работники КАСЕ и опытные брокеры пошагово разъясняли слушателям основные понятия и отвечали на вопросы. Такие бесплатные занятия на бирже планируют проводить каждый квартал. На обучение может прийти любой желающий. Для этого нужно лишь зарегистрироваться на сайте казахстанской фондовой биржи. Люди боятся, люди не знают. Мы хотим рассказать, что торговать на бирже не страшно. Люди привыкли к депозитам. Хочется рассказать пример. Если доходность по депозитам составляет от 12 до 15%, если бы вы торговали на бирже в этот момент, ваша доходность составила бы более 40%. Делайте выводы. Приходите на биржу торговать. Далее о событиях в мире. Дональд Трамп рассчитывает на сделку с Владимиром Путиным по Сирии, которая позволит вывести американские войска из этой страны. Договаривается глава Белого дома со своим российским коллегой и намерен на предстоящую встречу в Хельсинге. Об этом сообщает телеканал CNN. При этом, по словам источников, агентство Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности. сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из юго-восточного региона Сирии. Кроме того, американский лидер якобы хочет добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Арабской республики. Встреча президентов России и США пройдет в Хельсинке 16 июля. А в данное время беженцы из Сирии массово бегут к границе с Израилем. В районах, которые занимают оппозиции, идут тяжелые бои, много убитых и раненых. А в регионе началось крупномасштабное наступление правительственной армии на позиции повстанцев. Подробности у Сергея Услендера. Провинции Идлиб и Дыраа – фактически последние районы страны, которые контролировала вооруженная оппозиция. Сирийская армия наступает на них по двум направлениям. Идут ожесточенные бои. Обе стороны активно используют тяжелое оружие. Гуманитарная ситуация хуже некуда. После первых же обстрелов тысячи беженцев начали покидать свои населенные пункты. Часть из них устремилась к границе с Иорданией. Там уже скопилось около 50 тысяч человек. Другая часть двинулась в сторону израильской границы. И это, говорят в ООН, только начало. Скорее всего, беженцев будет намного больше. Как ни странно, но использование тактики осады воспринимается воюющими сторонами, как путь к успеху. Эта тактика используется проправительственными силами, вооруженными группами и террористами. И, вероятно, будут по-прежнему использоваться в других местах Сирии. Насилие не уменьшилось. Провинции Идлиб и Дыраа будут следующими. По-прежнему опыту сирийской войны правительственные силы, захватив часть провинции, скорее всего, приступят к осаде крупных городов. Обычная в таких случаях тактика – постоянные обстрелы и бомбежки жилых кварталов со всеми вытекающими последствиями, колоссальными разрушениями и жертвами. В Израиле новый виток эскалации вызвал сильнейшую тревогу. Больницы Севера уже забиты сирийскими ранеными. Армия, по сути, снабжает беженцев прямо через границу. Кто будет за это платить, пока неизвестно. Расходы бюджета уже измеряются миллионами долларов. Сергей Услендер, Хабар-24. Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий по миграционной проблеме. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник делегации одной из стран сообщества. Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что Рим готов прибегнуть к использованию вето, если финальное соглашение по мигрантам не будет его устраивать. По его словам, на протяжении многих лет Италия часто видела проявление солидарности со стороны партнеров по ЕС только на словах. Отмечу, изначально планировалось, что лидеры стран Евросоюза подпишут несколько частей итогового документа, включая торговлю, отношения ЕС и США, вопросы безопасности. А председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер проведут пресс-конференции, но ее перенесли. Между тем, накануне в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС. Европейские лидеры обсуждают миграционный кризис, кибербезопасность, торговую войну, Брекзит и отношения с Россией. Однако в центре внимания проблема наплыва нелегальных мигрантов. Этот вопрос все чаще становится причиной серьезных разногласий между членами Европейского Союза. Каждая страна видит свое решение этой проблемы. По мнению экспертов, этот саммит может стать одним из самых конфликтных и важнейших встреч в истории Союза. Подозреваемый в нападении на редакцию издания Capital Gazette в Анаполисе ранее обвинял ее сотрудников в клевете. Тогда суд отказался рассматривать поданный иск, сообщили в полиции. Между тем, известно, что подозреваемый – местный житель Аджерарда Уоррес Рамос. В настоящее время он арестован. Полиция ищет его возможных сообщников. Сотрудничать со следствием подозреваемый отказался. Напомню, инцидент произошел в штате Мэриленд. По словам полиции, мужчина выстрелил в стеклянную дверь, вошел в здание, после чего открыл огонь по журналистам. Погибли 6 человек, более 20 получили огнестрельные ранения. Местные правоохранительные органы полагают, что трагический инцидент не является террористическим актом. В Нью-Йорке взято под охрану офисы крупных СМИ. В нигерийском портовом городе Лагос вспыхнула перевозившая нефть автоцистерна. Как сообщают СМИ, жертвами пожара стали более 10 человек. Еще четверо пострадали. Инцидент произошел на автомагистрали, соединяющей Лагос с городом Ибаден. Возгорание возникло после столкновения автоцистерны с другим автомобилем. Огонь перекинулся на находившиеся вблизи машины, припаркованные и проезжающие мимо. Всего пожар уничтожил более 50 транспортных средств, в числе которых танкер, пять автобусов и два грузовика. По одной из версий, у нефтевоза были неисправны тормоза. На место происшествия прибыли пожарные расчеты, кареты скорой помощи и полиция. Уровень воды в Ганге упал до экстремально низкого. Для индийского города Варанаси это обернулось серьезными проблемами. Причем речь идет не только об экологическом или религиозном аспекте. Перед жителями встал вопрос острой нехватки питьевой воды. Местные власти уверяют, что делают все возможное для решения проблемы. Ганг считается святой рекой для индуистов. Ежегодно в Варанасе посещают миллионы паломников. К тому же из реки берут воду для орошения полей, а дамбы, установленные по течению, помогают обеспечивать электричеством не только города, стоящие на реке, но и соседние регионы. В наименном районе Жамбутской области по государственной программе Норлужьер сдали в эксплуатацию дом. Среди обладателей заветных квартир дети, сироты, инвалиды второй группы, неполные семьи и госслужащие. Сдачу дома приурочили к 20-летию Астаны. Анастасия Сулейманова оценила новое жилье. В очереди на получение жилья госслужащая Асем Нурмаханова стояла 9 лет. Все это время ей вместе с семьей приходилось кочевать по квартирам. Наконец, мечта женщины сбылась. Теперь у нее собственная крыша над головой. Всего в Жамбутском районе в очереди на получение жилья состоят 378 человек, а на земельные участки свыше 9 тысяч жителей. Это наша столовая, двухкомнатная квартира. Здесь у нас спальня. Здесь у нас гостиная. Очень большая, шикарная квартира. Все квартиры двухкомнатные. Их общая площадь составляет больше тысячи квадратных метров. На воселье отметят сразу 18 семей. Трехэтажный дом построили за 4 месяца. Участок массива Байтерек был выбран для строительства 10 многоквартирных жилых домов. Сметная стоимость одного составляет 167 миллионов тенге. Место выбрали потому, что благоприятное для строительства мини-микроайона. В текущем году были заложены бюджетные средства для строительства еще одного дома. И в последующие годы будет поэтапно осуществляться строительство еще 8 домов. В этом году по программе Нур-Лежер в Таразе построят 13 многоэтажных домов. Кроме того, в областном центре разрабатывают проектно-сметную документацию на возведение еще 25 многоэтажек. А в моногородах восстановят 7 заброшенных домов. Один из них по программе «Доступное жилье-2020» уже ввели в эксплуатацию в городе Каратау Таласского района. 70-квартирный дом простаивал с 90-х годов. Спустя десятилетия он наконец-то обрел второе дыхание. До конца года в районе намерены отремонтировать еще 6 пустующих многоэтажек. В целом в Жамбулской области ко дню рождения Астаны открыли 20 социальных объектов и предприятий. Анастасия Сулейманова, Тимур Сиелхандрус, Аннахатила, Жамбулская область, Хабар-24. В моногороде Текеля, Алматинской области, местные предприниматели построили детскую игровую площадку и установили тренажеры для занятия стритворкаутом. Установленные для граждан и Алтенбакан. По мнению организаторов, появление в городе подобных объектов будет приобщать молодежи к здоровому образу жизни. На возведение объекта ушло 5 миллионов тенге. Это своего рода подарок горожанам 20-летнему юбилею Астаны, говорят меценаты. Они планируют возвести еще несколько таких площадок, а также построить футбольный манеж. Внучка приехала с России. И мы каждый день здесь. Мы гуляем, проводим здесь время. Очень красиво у нас. Здесь прекрасный город. Можно отдыхать здесь и приводить сюда друзей. Я уверена, что летние каникулы здесь пройдут прекрасно. Легкоатлетический манеж Кокшитал после долгих лет снова вернули в государственную собственность. В нем проведут капитальный ремонт. Объект изменится до неузнаваемости, обещают специалисты. Здание спортивного центра было построено в 1989-м. Но в начале 90-х годов прошлого века попало в частную собственность. Перепродавалось и постепенно разрушалось. И вот недавно Акимат выплатил в банк залоговую стоимость в 147 миллионов тенге. Теперь в нем с сентября смогут заниматься легкой атлетикой 200 детей. До этого спортсмены тоже были вынуждены тренироваться в этом же здании, несмотря на отсутствие условий. Другого такого центра в городе нет. Между тем, именно отсюда вышли знаменитые атлеты Евгения Милишенко и Павел Дубицкий. В этом году у нас планируется текущий ремонт косметический, можно сказать. Уже произведен ремонт канализационной системы. Надеемся, что уже с сентября месяца, как зайдут сюда детишки тренироваться, у нас уже будут работать полноценные душевые кабины. Уже на следующей неделе зайдут сюда специалисты по окраске. Именно самого манежа фирма альпинистов здесь будет все красить, белить, приводить в порядок. Мы теперь надеемся, что на следующий год будут выделены должные средства для капитального ремонта манежа. Так как он стоит в центре города, это, можно сказать, одна из самых главных улиц нашего города. Он стоит в таком удрчайшем состоянии. Надеемся, что фасад, крыша, все будет починено, все отремонтировано, и он будет достойно выглядеть на улицах нашего красивого города. Условия для занятий спорта нету, раздевалки сломаны. Также, получается, дети вечно мешаются, бегают, ремонта особого никакого нету, душевых кабинок тоже нету, так как спортсменам обязательно нужно после тренировки пойти и, как сказать, принять душ. Теперь мы очень-очень надеемся, что все это приобретется, что у нас здесь сделают хороший ремонт и создадут все условия для тренировки спортсменам. За поездку в Голливуд поборются сотни талантливых детей в рамках международного фестиваля «Бурабай Саммерфест». Для участия в нем съехались юные музыканты, чтецы и танцоры со всех регионов страны и зарубежья. Среди множества одаренных детей в возрасте от 10 до 16 лет строгое жюри отобрали 250 конкурсантов. Сейчас они проходят подготовку. Это мастер-классы, репетиции и встречи со звездами эстрады. Имена победителей станут известны на Гала-концерте фестиваля, который пройдет 3 июля в Астане. Традиционная классика. Не уступая по мастерству даже своим наставникам. Передовые достижения робототехники представили в Южной Корее. Накануне стартовала международная выставка «Робо-Юниверс энд Кейт Драун». О том, как роботы строить и жить, помогает в репортаже Владислава Цоя. Фантастика становится реальностью. Вместе с настоящими солдатами на выставке в Южной Корее демонстрируют возможности роботов военных. Такой спасатель может унести с поля боя раненого весом до 100 кг и передвигаться со скоростью 15 км в час. Роботов-спасатели начнут использовать в Южно-Корейской армии со следующего года. А это устройство поможет восстановиться после операции. В буквальном смысле искусственные ноги. На нем может передвигаться человек весом до 100 кг. Такие устройства уже применяют в пяти южно-корейских больницах. Об этом нам рассказал менеджер компании-производителя. Наша русско-корейская компания. Мы работали уже два года и мы помогли более 100 пациентов. А это третий в мире автомобиль, напечатанный на 3D-принтере. Корпус сделан из пластика. На его печать ушло примерно два дня. Когда такое авто будет запущено в производство, об этом и спросили представители компании-производителя. Мы сделали корпус из пластика, поэтому весит всего 200 кг. Когда запустят производство, использовать будут металл. Можно сделать авто любого дизайна. Проект спонсировала администрация города Чунжу. Вот до чего техника дошла. Роботы позволяют любому человеку попробовать себя в качестве ведущего. Для этого необходимы лишь ноутбук и видеокамера. Такими программами крупные южнокорейские телеканалы пользуются уже более 15 лет. А с этого года оборудование начали приобретать в учебные заведения. Это позволяет им доступно объяснить ученикам сложные темы. С выставки роботов Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея. К данным часу у нас пока все. А далее эфир продолжит брифинг СЦК. Субтитры создавал DimaTorzok